Временная отсрочка Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, август на носу. Что изменилось в школах и детских садах к этому моменту? Ну, изменения на самом деле значительные. Во-первых, это самое решение правительства и указ, которое вступило после прошлого четверга, изменило значительную ситуацию в столице. Ну и в детских садах, конечно, кто-то сдал экзамены, кого-то получилось завербовать. И ситуация все-таки в два раза стала лучше, если сравнивать с июнем месяцем. Вот если подробнее, то в июне в детских садах у нас не хватало 90 учителей, которые знают эстонский либо на уровне родного, либо на уровне С1. Сейчас эта самая свежая цифра 46 в два раза примерно уменьшилась. И вот 16 из них сдало экзамены, и вот примерно 30, да, на С1, примерно 30 нам получилось завербовать вместе с нашими директорами детсадов. И, разумеется, те, кто... То есть проблема в детских садах решена, да? Не совсем. Я сказала бы, что половина — это при условии, что мы переходим на систему в некоторых садах, где один учитель, два помощника учителя. До сих пор было два учителя, один помощник учителя. И вот если провернуть вот такие структурные изменения временно, то в этом случае нам еще 46 учителей за месяц. Полсотни педагогов за месяц. Знаете, а что у нас в школах? В школах сейчас ситуация такова, что если вот в июне мы говорили о цифре в 350 учителей, у которых не было категории B2, чтобы продолжить работать, преподавать на русском языке, допустим, то сейчас эта ситуация такова, что их осталось 80, с кем придется завтра, 1 августа, когда вступает поправка к закону о языке расторгнутый трудовой договор. По сути, уволить за несоответствие занимаемой должности? За несоответствие квалификации, потому что с этих пор язык является обязательной частью квалификации. И без этого, к сожалению, продолжить работать невозможно. Но вот, опять же, решение правительства, которое было принято в прошлый четверг, позволит 140 педагогам, у которых есть категория B1, продолжить работать, преподавать в классах, где еще перехода нет на русском языке. Это учителя-предметники в основном. И, разумеется, они продолжат учиться. И город Таллинн будет поддерживать весь следующий учебный год, чтобы к августа 25-го года все-таки уровень B2 получить. Ну, смотрите, если внимательно всматриваться в эту статистику, 350 не имеют категории B2, то куда пропали еще более 100 человек? Да, верно. Если сложить 140, которые остаются, и 80, с кем придется расторгнуть договоры, получается 220, более 100 учителей. 130. Это те преподаватели, учителя, которые решили не продолжать работать в системе образования вот в рамках перехода, которые решили, что, допустим, не готовы выучить эстонский на должном уровне. И все-таки либо ушли сами, либо в сотрудничестве с директорами, со своим работодателем пообщались и решили уйти до того момента, как вот наступает 1 августа, и приходится расторгать с ними трудовые договоры. Ну, то есть более 100 человек ушли по собственному желанию в фронты, я так понимаю, в школах оголенные. Да, сейчас мы ссылаемся на количество свободных вакансий и рабочие предложения, которые у нас на порталах и у школ стоят на данный момент. Сейчас их 212, 107 из них в школах, 105 в детских садах, и из них опорных специалистов 35 свободных вакансий. И вот мы можем с завтрашнего дня, по сути, приплюсовать, добавить вот эти вот 80 человек, и вот эти 80 мест, которые нам придется найти. То есть 300 в сумме. То есть в сумме 300, если сравнивать ситуации годом ранее или двумя годами ранее, когда перехода не было, то примерно в половину больше учителей мы ищем. Сначала вот я вышел с отпуска, мне показалось, что будет в 2 раза больше открытых вакансий. Но сейчас вот по этим цифрам, которые у нас рабочие предложения стоят, и вот эти вот 80 после решения правительства, то где-то в половину больше учителей садов, школ. Сейчас город Таллинн ищет. То есть ситуация не как-то драматично отличается по сравнению с прошлым годом, но все-таки заметно, и мы чувствуем, что вот переход влияет на количество. Это кризис? Ну, я бы сказал, что у нас такой вот небольшой или средний кризис в сфере образования наблюдается из года в год уже долгие годы. Сейчас как-то это больше похоже на тупик, нет? Ну, я бы не сказал. Но все-таки молодые люди и те, кто очень позитивно смотрят на момент, то, что нужно эти реформы проводить, этим заниматься, смотрят, конечно, более оптимистично на эти моменты. Но я бы просто уточнил, что такая вот небольшая кризисная ситуация в сфере образования у нас все-таки из года в год, и сейчас она просто немножко обострена в контексте перехода. Ну, учителя же не зря бастуют, и они бастовали не из-за перехода на эстонский, а из-за условий труда все-таки нагрузка, зарплата и основные темы, как себя учителя чувствуют. И вот, конечно, вот ситуация с переходом, возможно, создается такая ситуация в некоторых школах, что некоторые учителя придется, им придется преподавать больше предметов, заменять своих коллег, пока не найдут людей на должности. Работать, по сути, с двойной нагрузкой не получится так, что 1 сентября в определенных школах и садах некому будет стоять перед классом или группой. Ну, я бы вытащил, что двойной нагрузки точно не будет. Если в среднем у нас учителя преподают по 20-24 урока в неделю, то вот такой вот максимум, который я слышал, видел сейчас, это около 30, может быть, чуть больше. Это очень много. Качественно преподать 30 уроков в неделю практически невозможно. Очень уважаем и спасибо тем учителям, кто это делает. Разумеется, они получают небольшую надбавку к зарплате за переработку, но все-таки. И ситуация, что перед классом стоять никто не будет или в каких-то школах, в каких-то классах. Мы сейчас последний месяц напрягаемся с директорами, с мэрией, с департаментом образования, чтобы такой ситуации не случилось в Таллине. Ну, что предпринимается? Ну, собственно, мы повышаем с сентября на следующий учебный год. Зарплатный фонд на 7 миллионов, уже говорили об этом. В Таллине или это вся страна? Это только в Таллине. Это новая мэрия в Таллине выделила 7 миллионов зарплатного фонда, чтобы директора могли предложить более высокие зарплаты при вербовке некоторых учителей, вот, допустим, те же самые учителя эстонского, реальных предметов, которых не найти, и предложить более высокую конкурентоспособную зарплату. И, собственно, директора сказали, что да, они используют этот метод, и больше желающих, конечно, сейчас выдвигают кандидатуры, но это не всегда значит, что они соответствуют квалификации или подходят для работы с детьми, все-таки отбор. Наверное, далеко не всегда имеют педагогический опыт и так далее. Разумеется. И вот самое основное сейчас — это высшее образование и знание эстонского, чтобы на эстонском преподавать С1 или чтобы на русском преподавать сейчас Б1. И даже при таких условиях все-таки пока что гарантии того, что классы и группы будут укомплектованы учителями, нет? Ну вот самый черный сценарий, который я начал описывать, это в некоторых школах учителям придется серьезно заменять предметы, и будет нагрузка для тех учителей, кто согласен за дополнительную плату это делать, то такая ситуация будет. И в садах самый такой скверный сценарий — это вот директора уже предложили в конце прошлого учебного года, допустим, вот давайте у нас саду откроем на одну группу, две группы меньше, следовательно, нам нужно на пару учителей меньше. И вот сейчас мы смотрим на этой неделе, на следующей неделе, нужно ли дополнительно в каком-то саду закрыть, допустим, группу, но в этом случае это нужно сделать при первой возможности, проконсультироваться с директорами, и в тех садах, где места есть, договориться с тамошними директорами и учителями, и предложить это место родителям. То есть ситуация, я думаю, такова, что возникнут вопросы, разумеется. Но вот мы посмотрим, если это критичный метод, нужно будет его использовать, то придется его делать, но сейчас мы отрешим в ближайшие недели. Ну, то есть сейчас используются все возможные схемы, в том числе по объединению групп и даже детских садов, я слышала, чтобы каким-то образом, хотя бы формально, выполнить все установки необходимые. Да, вот объединение групп и детских садов, я бы сказал, что это, на самом деле, очень позитивное явление. Ну, возможно, вначале будет трудно, и учителя не всегда работали с таким набором детей с разным родным языком и так далее. Но на самом деле это та самая единая система образования, которую я лично и многие люди очень поддерживают, что эта ситуация адекватная, что в одном классе, в одном детском саду учатся дети с разным родным языком. Это только хорошо, это нужно поддерживать и способствовать этому. Ну, все как будто бы облегченно выдохнули после решения правительства о продлении, об отсрочке учителям на год. А на самом деле это ведь всего лишь временное решение, это перевод огромного количества учителей на временные договоры. И как вы считаете, позволит ли эта мера решить проблему перехода на эстонский язык по сути? Ну, я бы начал с того, что переход на эстонский — это не проблема, просто есть вытекающие проблемы из этого. Переход на эстонский — это все-таки решено, и никто не спорит сейчас уже, что это нужный процесс. Это да, но прорыва не случилось, и даже, в общем-то, то, что задумали сейчас, не воплотили, это очевидно. Ну, вот дело в том, что настоящий переход в этом году будет происходить в садах и в первых-четвертых классах, где у нас в садах, если еще учителей всех нет, то на первые-четвертые классы можно сказать, что есть в Талине. Это мы просто аккумулировали всех имеющихся в школе со знанием эстонского. Да, да. И параллельно процесс того, что требует теперь более высокое знание эстонского с других учителей, которые еще не преподают на эстонском, просто два закона — закон о языке, закон о переходе — в одно и то же время соприкоснулись, и вот такой вот результат, как там законотворцы два года назад прописали закон. И вот сейчас это решение о продлении, оно было очень прагматично, чтобы учебный год начался. У нас же не только цель перейти на эстонский, но все-таки основная задача самоуправления — это предложить образование всем детям, всей молодежи, которая у нас в Талине живет. Надеюсь, качественно. Да, и надеемся, что качественно, или насколько возможно качественно. И, собственно, чтобы этот учебный год начался, и люди были перед классами, нам эти педагоги очень нужны. И город все-таки будет продолжать поддерживать их учебу эстонского путем и курсов, и языкового обмена. И вот приложения у нас есть для обучения эстонского языка. Город платит за них. И, ну вот, мотивирующие более высокие зарплаты для тех, кто уже справился или очень старается. Директора могут сами решить, кому выплатить больше. То есть город поддерживает, эти люди нам очень нужны. И вот измерим ситуацию по тому, сколько будут сдавать из тех учителей, кто получил продление. Сколько из них в следующий год сдастся, мы будем наблюдать и с вами делиться. Ну, на данный момент отовсюду звучит мнение, что русские школы обречены на преподавание с жутким акцентом или просто с акцентом. Вы согласны с этим? Ситуация такова. Ну, опять же, правда, где-то посередине. Нельзя сказать, что такой ситуации нет, но нельзя сказать, что повсеместно во всех школах такое будет или уже есть. Я сам учился в одной итальянской школе, где уже 20 лет назад начали преподавать на эстонском. Ну, это несколько гуманитарное. Давайте назовем хорошая школа. Да, хорошая школа. Действительно показывает результаты по эстонскому. Согласен. И там учителя и носителей языка, и русскоязычные, кто эстонский очень хорошо еще давно знает, и, собственно, директор в свое время Татьяна Лютер получила награду, на самом деле, от президента в свое время, белую звезду за свои начинания в образовании. Еще 20 лет назад поняла, что это нужное направление, и комплектовали годами коллектив. И в конечном итоге были единицы учителей, где там вообще был слышен какой-то акцент или это как-то отревожило кого-то. Годами комплектовали. Но у нас сейчас на переход 6 лет, и вот эти самые 6 лет придется комплектовать на будущие классы, которые переходят в будущих годах. Кристина Каллас признала, что без отсрочки пришлось бы закрыть половину русских школ, если не больше. Возникает вопрос, почему не закрыли, почему не отправили детей в эстонские школы? Ну, Кристина Каллас, будущий министр образования, смотрит, наверное, более широкую картину по всей Эстонии. И я знаю, что у нее сердце валит за регионы Давирума. Ну, у меня, собственно, тоже. Я там жил, работал, друзья у меня там тоже есть. Но, собственно, там, я думаю, что если бы не было бы отсрочки, некоторые школы, не знаю, половина, но некоторые точно пришлось бы закрыть. Если мы говорим про Таллинн, то наша школьная сеть достаточно компактна. И у нас даже если мы одну школу закроем на данный момент полностью, то нам просто некуда разместить этих детей. Отправить в эстонские школы? Вот эстонские школы, что интересно, вот в медиа тоже эта тема проскакивала, они тоже перегружены, особенно эстонские школы Ласнамя, Высмяя эстонские школы. В некоторых классах русских больше, чем эстонцев. Русских больше, чем эстонцев, но все равно школы справляются, конечно, город дополнительно поддерживает. Но все-таки. И дело в том, что мест там, как таковых, нет в популярных школах, куда и так русские родители давно еще отдают своих детей. И вот мы в контексте Таллина, мы не могли бы закрыть ни одну школу. Эти школы нам нужны, эти места школе нужны. То есть, на самом деле, такое количество детей просто не переварили бы эстонские школы, если бы они одновременно в одночасье влились все туда. Разумеется. И, ну, этот процесс потихоньку идет, и вот тенденция такова, что на несколько сотен уменьшается количество детей в русских школах, и на несколько сотен, на 100-150 в этом году увеличивается в эстонских школах. И это первоклассники только. То есть, как раз перетекли, да, из русских? Да-да-да, перетекают потихоньку. Ну, вот у нас в будущем году план, что с 25-26 года выбрать две или четыре самые сильные школы перехода и открыть там класс, так сказать, для носителей языка эстонского, где эстонский будет преподаваться как родной, и как-то сделать такую вот компанию и позвать вот эстонских родителей отдавать своих детей, допустим, в центре города. Так называемые русские школы. В школу перехода, которые показывают очень сильные результаты на экзаменах, которые показывают, ну, что у них очень хорошая репутация, и, собственно, почему там не открыть качественный класс для эстоноязычных детей, но вот об этом подробнее. А зачем вам это нужно? Зачем нам это нужно? Потому что из русских школ дети утекают в эстонские, а нам нужно как-то пополнять... Стречное движение. Да, встречное движение. Если мы начнем с самых сильных школ, то, скорее всего, это получится. И после этого посмотрим, как дальше, в каких школах еще можно будет такие классы открыть. О каких школах идет речь? Вы сказали, четыре таких планируется, да? Ну, до четырех, я бы сказал, что это такой пилот на 2025-2026 год. Ну, две самые основные, которых мы обсуждали. Вот бывший вице-мэр, очень рад, что он пополнил ряды наших директоров в Таллине, Андрей Кант отправился в Танисманскую реальную. А сам выходец из Талинской гуманитарной. Да, да, рядом там эта школа. И, собственно, он обозначил в день его назначения в Таллинской мэрии, он обозначил, что это его план в том числе. И, ну, собственно, мы на эту тему общались. И, ну, вторая школа, сильная кандидатурная, это та же самая гуманитарная, куда... Таллинская гуманитарная. Таллинская гуманитарная. Или мустамайская гуманитарная. Ну, я бы, на самом деле, присмотрел и мустамайскую гуманитарную, потому что достаточно компактно живут эстонцы и русские в районе Мустама, и было бы логично, на самом деле, посмотреть в сторону МУС, там, где такая система возможна. Но об этом подробнее уже осенью, когда мы начнем этот учебный год, справимся с текущими проблемами, потом будем заниматься следующими вопросами. Вопрос. Что вы ответите тем, кто вас обвиняет сейчас в подрыве доверия к переходу после того, как правительство приняло решение об отсрочке на год? Во-первых, лично не слышал, что меня кто-то обвинил. Ну, это было даже в прессе. Была в прессе, хорошо. Конечно, на эстонском языке. Да, ну вот я читал газету Esti Pavalecht, где там вот ведущая колонка была, написали, что позиция Таллина и вице-мэра Алексея Яшина прагматична. Я, на самом деле, так и думаю, что моя позиция прагматична. То, что я обозначил, нужно и на эстонский перейти, но все-таки учебный год начать и преподать в тех классах, где мы еще продолжаем на русском. И, собственно, эта отсрочка нам была нужна, и она очень к месту, чтобы выполнить оба этих задания. Ну, еще бы обозначил, что, конечно, город Таллин — это часть эстонской республики, и мы здесь выполняем те законы, те предписания, которые законотворцы правительства вот свои законы-указы выдает, и мы их, собственно, выполняем. Мы можем как-то прокомментировать это дело, но дальше наше дело все-таки выполнить закон эстонской республики. В данном случае Таллин выполняет уже постановление правительства. Это понятно. Да, но как бы в целом-то за все это отвечает ИСТ-200. За все это отвечает ИСТ-200. Поскольку и Министерство образования в ваших руках, и портфель вот таллинский образование. С этой точки зрения верно. Но я бы сказал, что это верное и прагматичное решение. Собственно, как я и в пресс-релизе на прошлой неделе прокомментировал решение правительства, что это разумно. И действительно разумно. И это не моя личная позиция, это позиция департамента образования Таллина, и моих дорогих коллег по коалиции. Может, кто-то не хочет высказываться на эту тему. Вот основные люди, кто об образовании думают. Мэр Осиновский, разумеется, очень серьезно и, будучи бывшим министром образования, конечно, очень понимает, чем мы занимаемся и почему мы занимаемся. И, разумеется, он тоже очень поддерживает этот момент. То есть это не какое-то соло. И я подрываю чье-то доверие. Это все-таки коллективная работа, это наша коллективная позиция, и мы идем с этим дальше. И коллективная ответственность, наверное, за то, что прорыв не случился на данный момент, но все ждали, что вы точно выполните закон. Да, и я теперь могу с уверенностью сказать, что при данном указе город Таллин выполнит в каждом учебном заведении. И если будут где-то вопросы, то мы будем очень серьезно этим заниматься. Мы сами проверим еще до того, как департамент, языковой департамент придется с проверками. Я уверен, что мы будем знать до этого еще, какова ситуация, нужно ли где-то что-то поменять и поддержать. Назвучу еще пару цифр по экзаменам. Мы знаем, что экзамены на B2 сдали только около 20% педагогов из тех, кто сдавал на C1. Вообще всего 16 учителей. Как вы прокомментируете эти цифры и как с этим двигаться дальше? Обычный процент сдачи языковых экзаменов около 30, иногда больше, иногда меньше. И нужно понимать, что люди, которые обычно идут сдавать, они очень хорошо подготовлены, давно выбирали дату, когда идти сдавать и так далее. И вот процент наполовину выше, чем у нас сейчас в Талине получился с учителями. А у нас сейчас ситуация сложилась такова, что вот вам август месяц, к августу месяцу в любом случае идите сдавайте или, можно сказать, уходите из системы образования. И поэтому поголовно большинство наших учителей, кто решил остаться работать в системе образования, или попробовать, по крайней мере, они пошли. И, собственно, вот время подготовки было, конечно, меньше. Можно тут говорить, что было 30 лет, 20 лет, где вы все эти годы были и так далее. Но закон более строгий, который обязывает и учителей, и директоров, и нас, как местное самоуправление, действительно пойти по этому пути вступил только два года назад. И у людей ушло время, чтобы понять, что места для маневра больше нет. И поэтому в спешке большинство пошло. Я очень горжусь теми, кто пошел на экзамены, теми, кто сдал, теми, кто чуть-чуть не хватило до сдачи. Они продолжают работать и учиться, и пойдут на следующую сдачу экзамена. И, собственно, город Таллин продолжает поддерживать всех этих людей, у которых есть желание с нами работать дальше. И, опять же, обозначу, что эти люди нам очень нужны. Без них мы далеко не уедем в систему образования. Могли бы вы нам подсказать, вообще, сколько носителей языка вот за этот период активных поисков было найдено для русских школ, и, может быть, учителей с крепким С1? Ну, такой вот статистики, как носители языка, мы вообще не ведем, по крайней мере, в Таллине. Я не знаю, кто-то где-то ведет или нет, но мы не ведем. И второй момент, что вот если посмотреть... Ну, мы говорим о десятках людей для школ и для детских садов. Это были найдены на замену уволенным и ушедшим. Да, да. Вот если сейчас я вначале обозначил, что в начале лет у нас в садах не хватало 90, теперь это цифра 46, и из них, вот, из тех 44, кто, ну, кто ушел или кто, ну, или кто вот сдал на С1 16 учителей, вот те 30 получилось завербовать, это люди с С1 или носители языка, но мы, собственно, в Таллине не делаем какой-то большой разницы из того, что это второй или третий язык эстонский, главное, что С1, и, собственно, вот решение, подходит ли этот учитель преподавать или нет, принимает на месте директор во время вербовки. Все-таки, ну, одно дело — это бумага, второе дело — это собеседование, где там заучь директор, может быть, кто-то еще беседует с будущим преподавателем, где смотрят на, ну, предыдущий опыт, есть ли там связь с работой с детьми, с педагогикой, и как этот эстонский язык, собственно, звучит. Вот я сам прошел уже подготовку учителя начальных классов в Таллиннском университете, у меня тоже небольшой акцент на эстонском языке, и я вот тогда тоже спрашивал преподавателей, проблема это или нет, они сказали, что это не проблема. Конечно, грамматически должно быть максимально корректно, чтобы слышали все-таки правильный язык дети, но с точки зрения произношения таких критериев у нас при приеме или неприеме на работу нет, и это не сильно влияет как-то на развитие ребенка, насколько я знаю. В целом, вы уверены, что обвала качества образования не произойдет, по крайней мере, вот в новом учебном году? Я думаю, в Таллине этот обвал, если и будет, то он будет минимален, и в некоторых учебных заведениях, и если мы это зафиксируем, то город Таллинн готов дополнительно ресурсами и своим вниманием, методами эти школы дополнительно поддерживать. Спасибо вам за этот комментарий и успехов. Спасибо. Мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был вице-мэр Таллинн и член правления партии Эсти-200 Алексей Ияшин. Благодарю за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok